Всем привет на моем канале, и сегодня я вам покажу очень сильную ловушку, с помощью которой вы сможете удивить своего соперника. А также вы сможете эту ловушку применять в своих партиях и победить очень много сильных шахматистов, даже которые сильнее вас прямо в начале партии. Итак, мы играем за черных, белый начинает партию ходом Е4, далее мы отвечаем Е5. Конь Ф3, напали на пешку, конь С6, защистили. И тут белый играет Д4, шотландская партия. Черный забирает ЕД, далее конь Д4, и черный играет слон С5. Напали на коня своим конем и слоном, а защищает только ферзь. Из-за этого белые отступили конем на Б3, и одновременно напали на слона на С5. Черные увели своего слона на Б6, белые вывели коня, видим то, что белые вводят свои фигуры. Ну и черные тоже вводят, они играют конь Ф6, и хотят в дальнейшем напасть на пешку на Е4. Допустим, сделать рокировку, ладью поставить на Е8, ну и напасть на пешку на Е4. Но это уже дальнейший план. Белый играет слон Ж5, связали коня, черный играет Т6, напали на слона. Ну и в этой позиции белый не забирает слона в 6, а отходит слоном на А4, чтобы до сих пор сохранять эту неприятную, очень неприятную связку для черных. Далее черный играет Д6, хотят вывести в игру своего слона также. Белый играет А4, хотят дальше сыграть А5. Ну и этот ход будет очень сильным, а также белый смогут выиграть черного слона. Дело в том, что слоном на С5 не очень хорошо идти, потому что белый смогут забрать конем, ну и у белых будет преимущество двух слонов. На Д4 нельзя идти, потому что просто конь Д4, ну и белый остается с лишним слоном. На Е3, само собой нельзя, просто ФЕ последует. Ну и, как видите, то есть А5 это очень неприятная угроза. Из-за этого далее черный играет конь Е4, ну и никак не реагирует на этот ход и жертвует ФЕРЗЯ на Д8. Такие варианты есть у белых. Если они заберут слон Д8, это я покажу дальше. Допустим, они не забирают, играют конь Е4, то мы остаемся с лишней пешкой, потому что мы забираем ФЕРЗЯ на С4. Вот, напали на коня, а также после того, как конь, допустим, отступит на С3, просто можем забрать ФЕРЗЯ в 2, это будет шаг и мат. Ну или даже защититься как-то от мата, все равно, вообще защититься от мата, да, конь Ж3 может сыграть. Все равно мы видим то, что у нас позиции более лучшие, более открытые все фигуры, а также у нас лишняя пешка. Из-за этого после хода конь Е4 мы видим то, что не забирать ФЕРЗЯ, это опять же тоже не очень хорошо. Ну а если белый забирает слон Д8, то мы играем слон Ф2, шаг. На Д2 нельзя из-за коня, приходится идти на Е2, далее черный играет слон Ж4, делает шаг. Опять же, единственное поле это Д3, далее черный играет конь Е5, делает шаг. Единственный ход у белого короля это забрать король Е4, далее Ф5, шаг. Ну и какие варианты есть у белого короля? Допустим, если в этой позиции уйти на Д5, то мы просто играем лазья Д8. Ну и неважно, как сыграет белый, допустим, Х3, мы играем король Е7, отнимаем еще одно поле у белого короля. Ну и после взятия мы просто играем С6, шаг и мат. А если после хода Ф5, шаг, уйти король Ф4, ну какие варианты есть, даже можно включить стокфиш, показывает то, что мы можем сыграть конь Ж6. Это просто будет шаг и мат, реально некуда идти, на Ф3 нельзя, на Е3 и на Ж3 тоже нельзя, на Ж5 нельзя из-за пешки, на Е5 нельзя из-за пешки. Забирать слона, либо же пешку тоже нельзя, ну и некуда отходить, это шаг и мат. Вот так вот, друзья, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал за такую классную ловушку, обязательно применяйте ее, и вы сможете выиграть очень много сильных шахматистов. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Спасибо за просмотр, всем пока!